Еще до начала общения с жителями страны в центре обработки прямой линии поступило полтора миллиона вопросов. Во время трансляции их число возросло до двух двести и, конечно, одной из главных тем стала вакцинация, принудительная и не очень. Владимир Путин сразу обозначил свою позицию. Он против обязательной вакцинации, а увольнять людей с медицинским отводом незаконно. Сам президент привился спутником ВИИ, впрочем, очень лестно отозвался и о других вакцинах. Локдауна в повестке нет. Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины. Они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения Астрозенеки или Пфайзера. Еще одна животрепещущая тема – рост цен на продукты. Вначале это были сахар и подсолнечное масло. Теперь пришло время овощей или, как выразился Владимир Путин, базового борщевого набора – картофеля, свеклы, моркови. На такие скачки правительство реагирует несвоевременно, это президент признал. Но без внимания властей колебания не остаются. Не только морковь, там и картофель. Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, у этого как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Разумеется, и здесь надо посматривать. Но, повторяю еще раз, сейчас скоро будет урожай овощей. И, надеюсь, что это отразится на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства. Это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Выплаты пособий детям с 3 до 7 лет тоже в зоне особого внимания. В Астраханской области из-за дотошности местных бюрократов многие матери не получают причитающиеся. Человек работал 11 месяцев, а одного месяца не хватает ему. И ему уже на этом основании отказываются. Все понятно. То есть он работал 11 месяцев. 12 из 12 месяцев. Один месяц не работал, и ему отказывают выплаты, да? Но, знаете, давайте мы с этим поразбираемся. Я и правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ, это когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. Вот самый простой. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. Молодежный вопрос от блогера касался блокировки иностранных интернет-ресурсов. В слухе об их полном запрете оказались несостоятельны. Хотя к диалогу Владимир Путин их призвал. Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда они выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин, да? И чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть, и у ваших коллег тоже. И когда нам говорят, ну знаете, мы там у вас будем работать, а вы в случае чего, если чего не нравится, мы вам бусы дадим. И радуйтесь тому, что мы вам дали то, что хорошо блестит. Значит, ну это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают. Они должны подчиняться нашим законам. За три с половиной часа трансляции Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Он не исключил кадровых перестановок в национальных сборных по футболу и хоккею, рассказал, где ему гладят рубашки в химчистке Вогорева и назвал три наиболее ярких произведения, повлиявших на него. «Война и мир Толстого», «Первая симфония Чайковского» и «Сказка Колобок». По словам президента, главный сказочный посыл для чиновников – не слушать льстивых речей, иначе будете съедены. Максим Васильев, телекомпания «Город». Это, между прочим, связано с...